Ага, углеводы, а я питаюсь ими, и тут же пропадает аппетит. Кавказская овчарка, да их домой не загонишь, понимаете, лопатой. Они будут снегу рыть себе норы, они будут находиться на улице, и вот они нуждаются в теплом, горячем питании. Потому что знаете, что происходит, если белковое перенасыщение? Возникают натоптыши на локтях у собаки. И вот говорят, ах, это он у него короткошерстный, трется о твердую поверхность. От этого натоптыша ничего подобного. Вот этот натоптыш образуется от перенасыщения белка. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы обсудим с вами способы питания сухим кормом и натуральным продуктом. И узнаем, как кормить собаку тем или иным способом. Мы вновь пообщаемся с судьей, ветеринарным врачом, преподавателем с 35-летним стажем Мариной Добровской. Здравствуйте, Марина! Здравствуйте! Давайте с вами сегодня разберем такие важные для наших зрителей и владельцев собак темы, как натуральное питание и сухой корм. Хорошо. Выбор между натуральным и сухим кормом, как кормить собаку, чем кормить, целиком и полностью лежит на владельце щенка. Есть у нас сторонники сухого корма, есть сторонники натурального. За сухой корм поднимают руки те, кто считает, что в сухом корме все сбалансировано. Там достаточное количество клетчатки, углеводов, жиров, белков и так далее, витаминов и минералов, соответственно. И вот как же выбрать именно для нашего щенка тот или иной способ питания? Вот сейчас давайте скажем, а что же в натуральном плюс? В натуральном то, что это прежде всего вкусно. Замечали ли вы такой момент, что если, что очень легко на натуралку перевезти собаку и очень трудно с сухого, то есть на сухой, с натуральной, на сухой, очень трудно. Прежде всего натуральное питание собаке вкусно. Помните рекламу про вкусовые сосочки на языке? Да, тем не менее у собаки они есть. Не столько, сколько у человека, у человека там 9 тысяч, а у собаки всего 3 тысячи. А вы знаете, сколько у кошки? Всего 300. Поэтому кошка чует в любой колбаске, чует, есть там мясо или нет. И показатель, если кошка ест сосиску, значит смело едим и мы. Ну а собака съест, конечно, все. И так, косовые сосочки собаки радуются сухому корму. И вот в этом часто кроется ошибка владельца, когда принеся щенкова домой, который был выращен на сухом корме, извините, да, тот же сунуть, ой, миленький, да как же ты так, сушняк такой невкусненький, сухарики, дай-ка я тебе колбаски. Вы знаете, сколько было проблем? Вот в моей ветеринарной практике был такой случай, что щенок юркширского терьера был на натуральном, на сухом, извините, питании, и хозяйка делала салат из свеклы и уронила маленький кусочек свеклы. Собака набросилась на эту свеклу, хозяйка с радостью говорит, миленький, ешь, и дает ему большой-большой кусок. Собаку не удалось спасти. У собаки было страшное расстройство пищеварения, спасти не удалось. В чем причина? Смотрите, в сухом корме имеются ферменты. Мы с вами в прошлый раз говорили, что ферменты – это те огонечки, которые нам либо сильно варят и быстро, либо медленно и долго. Вот пример, знаете, в чем? Какой пример приведу? Во рту у собаки, так же, как у человека, есть ферменты, которые расщепляют глюкозу до добавимого уровня, до того момента, когда ткани могут ее воспринять. И вот почему детям, человеческим, не рекомендуется перед едой давать конфеты? Потому что тут же мозг улавливает, что ага, углеводы, а я питаюсь и ими, и тут же пропадает аппетит. Вот у собаки тоже во рту есть ферменты, которые моментально усваивают глюкозу, понимаете? Вот. Итак, во рту у собаки ферменты, которые моментально дают варку глюкозе, понимаете? Для того, чтобы мозг получил сигнал, у нас есть глюкоза, мы не хотим есть, все замечательно, да? И начал бы хорошо работать. У собаки же мозг тоже работает, правда? А есть медленное усвоение, такое усвоение углеводов, как меда, допустим. Вот считается, что мед низкокалорийный продукт. На самом деле в меде очень много калорий, столько, сколько в саликловичном сахаре, но он усваивается медленно. И пока в организм, наконец, придут те углеводы, которые от меда идут, он уже сто раз успеет его вот эти калории сжечь, понимаете? Поэтому мед не диетический продукт, просто медленно усваиваемый. Есть те продукты, которые должны быстро усваиваться, а есть которые долго. Например, у собаки очень быстро усваивается белковая пища, особенно молочно-кислый белок, казеин, он усваивается у собаки в желудке, поэтому творог и сыр моментально собака насыщаются. Это пронатуральная часть? Пронатуральная, да. Моментально насыщается. Тогда как крупы, это там должно пройти много времени, упасть вся крупа в толстый кишечник, именно там начинаются вот эти процессы усвоения крахмала. Это тоже углеводы, да? Вот, поэтому как бы вы выбираете сами, что все-таки вам нужно. Либо собачий сухой корм, в котором достаточно ферментов уже добавленных, и вот ценность пищевая сухого корма в легком усвоении. А усваивается он за счет того, что в сухой корм добавили ферменты. Либо вы медленно или быстро даете продукты натуральные, и поджелудочная железа, которая в основном, как и человеку, дает основные ферменты, начинает их переваривать. Вот вопрос вот в этом. Значит, удобно ли вам ездить с собакой на выставку в другие страны, допустим, или города, и возить с собой кашу вареную? Нет. Нет, конечно, да? Хотя есть продукты, сублиматы каши, которые вы завариваете просто кипятком. По-моему, Зоогурман производит эта ферма. Мы не даем рекламу ферме, мы просто говорим о том, что если собака на натуральном кормлении, нельзя возить с собой каши в поездку, если вы едете в машину или автобусом на длительное время. Вы вот эти вот сублимированные кашки запариваете водой, получается натуральное питание, понимаете? Да. Марина, правильно понимаю, что, смотрите, мы сначала понимаем, как питалась мать, как заводчик кормил щенка. Потом мы, значит, решаем для себя, какой мы хотим, сухой корм или натуральный корм. Делаем выбор между ними. Обязательно. Но, вот еще очень важно, если в сухом корме рассчитан рацион, необходимый для того или иного представителя породы и для определенной породы, для возрастных каких-то моментов, вот именно данной собаки, то натуральное питание, подобрать рацион, очень сложно. Давайте вот как раз об этом сейчас поговорим. Давайте мы разберем, то есть, как правильно кормить сухим кормом и как правильно натуральным. Давайте начнем, раз мы начали с натурального, как правильно кормить натуральным кормом собаку? Значит, смотрите, собака, в отличие от волка, легко переваривает углеводы. И по исследованиям институтов, которые занимаются рационами, составление рационного питания. У нас, к сожалению, в России таких институтов нет. Есть определенные на кафедре люди, которые занимаются питанием собаки, рассчитывают калории, рассчитывают витамины, но есть у нас Волсон институт английский, и есть Кирка институт в Америке. Вот они составляют рацион питания. И все-таки нужно обращать внимание, даже вот если у вас натуральное питание, посмотрите на пакет сухого корма. Сколько там должно быть белка? Вот смотрите, для взрослой, нормальной собаки, взрослой, да, потому что про щенка мы говорили в прошлый раз, в евро рационе дневного питания должно быть 25% белка. То есть мясные продукты должны занимать минимум 25%, да, или 30%, если собака находится на таком активном, да, образе жизни. Либо, допустим, даже до 35% можно довести, если собака находится на уличном содержании. Потому что есть ряд собак, которые живут у нас за городом, и причем, если это, допустим, тибетский мастиф, если там это английский мастиф, да, там какие-то крупные испанские мастифы, не каникорсы, каникорсы, средиазиатская овчарка, сау, да, кавказская овчарка, да их домой не загонишь. Конечно. Понимаете, лопаты, они будут с негорыть себе норы, они будут находиться на улице, и вот они нуждаются в теплом, горячем питании. Вот здесь вот выбор, в этом случае лучше отдать натуральному питанию, понимаете? 32% мяса должно быть в рационе питания. Ну, сколько это нужно на крупную собаку? Вот смотрите, если мы говорим, что 125 грамм мяса – это антрикот величиной в ладонь. Вот 125 грамм, да? Значит, норма примерно на крупную собаку – это где-то до полукилограмма. До полукилограмма. Мяса в день. Мяса в день. Не больше, ребят, потому что, знаете, что происходит, если белковое перенасыщение? Возникают натоптыши на локтях у собаки. И вот говорят, ах, это он у него короткошерстный, трется о твердую поверхность. От этого натоптыша ничего подобного. Вот этот натоптыш образуется от перенасыщения белка. И если это продолжается, то начинаются трещины, это течет, это воспаляется, все очень печально. Это очень важно запомнить. Да, очень важно. Значит, до полукилограмма. Причем, обратите внимание, желательно, вспомните простоквашину, давайте, говорит, брать мясо в магазине, там костей больше. Вот тут очень важно, что не должно быть чистого мяса. Мясо должно быть с жилами, мясо должно быть с костями. Мясо, субпродукты очень полезны собаке. Единственное, что, вот очень удобно легкое, да, вот его сколько не возьмешь, вот он в том объеме остается даже при варке. А я слышала, что легкое нельзя давать не вареным. Не вареным, ну, вы понимаете, в чем дело. Да, в принципе... Именно легкое нужно варить, почему-то я где-то... И почему варить очень долго. Я вам не скажу, что очень долго. Значит, температурная обработка при кипятке, да, когда 100 градусов, то это достаточно для легкого где-то минут 15-20. А, 15-20. Да, за 15-20 все умирает, поверьте мне. Так же, как при минус 18 в морозилке. Вот если у вас есть сомнения, и потом, если вы хотите, сомневайтесь в мясе. Если даете свинину, ведь свинина идет не из-за того, что мы не даем, не рекомендуем собаку кормить свининой, не из-за того, что там жир, да, какой-то, а из-за того, что непосредственно в тканях, в мышце свиной может содержаться хинококос. И хинококки – это такие гельминты, которые людям передаются. Потом оттуда можно получить болезнь ауэски, это псевдобешенство. Но это отдельная тема. То есть свинина содержит очень много болезнетворных микробов. И если морозить мясо у 18 дней при температуре минус 18, можете смело кормить хоть свининой, хоть чем угодно. Смотрите, значит, что полезнее всего собаке? Прежде всего, телятина, конечно. Телятина почему? Гипоаллергенна. Вот сейчас, вы знаете, вот было время, ну, мое время, так скажем, я не прибавлю себе возраст, но я выросла в Советском Союзе. Чтобы у ребенка была аллергия, ребята, это была такая редкость большая. У собаки аллергия, но это на тысячу одна. Посмотрите сейчас. У нас мало того, что дети, каждый второй с аллергией, да, так у нас и собаки постоянно тоже болеют. Это неправильный подбор мяса? Нет, это плохое качество натуральных продуктов. Понимаете? Поэтому, если вы за здоровое питание у собак, за ЗОЖ, так скажем, значит, заморозьте мясо. На 18 дней под минус 18 градусов. Ну, против этого, знаете что? То, что вода, кристаллы воды разрывают волокна тканей, и там, как бы, полезные свойства мяса сырого, они уменьшаются. Да, имеет место быть, но зато там не будет никакой гадости. То есть не более 18 дней. Вот 18 дней выдерживают при минус 18. Да, давайте дальше. Смотрите, кролик гипоаллергенный, ягненок гипоаллергенный. А кролик прям целиком можно давать? Прямо, прям совсем? Ну, не с шерстью. Хотя... Нет, нет, я имею в виду, что без шерсти, но с косточками. Да, да, кролик дальше, смотрите. Это просто мелкие кости, они чего? Ничего страшного. Ой. Вы знаете, давайте, вот сейчас вам скажу про курицу, что куриные кости трубчатые собаки давать нельзя. Вы знаете, что я курировала сельское хозяйство в свое время. Так вот, если на ферме курица садилась на ноги, ее даже не пускали в питание, ее перемалывали на собачий корм, понимаете? Теперь у нас бройлеры, они не летают и не ходят. Они сидят в клетках, их поливают тетрациклином сверху. Господи. Ну, ребят, ну давайте будем говорить все как есть. Значит, им колят, ну или в пищу добавляют гормоны роста, то из-за чего сейчас часть сухих кормов подверглась санкциям, да, что там были найдены гормоны роста. Какие они называются, но какие-то... Так курицу мы можем давать или что? Так вот кости. Вы спросили про острые кости у кролика. Да, про острые кролика такие острые кролики. Ребят, кролики-то, они же тоже сидят в клетках и ничего. То есть, когда кость толстая, помните, я вам говорила. Она мягкая вы имеете? Да, кость эта мягкая. У меня однажды два йоркширских терьера украли восемь ножек куриных, восемь, и съели. И я, значит, смотрю, я говорю, мама меня спрашивает, а что будем делать? Я говорю, ну посмотрим. Все, что украдено, ребят, никогда не приносит проблем. Все, что украдено из холодильника, со стола, всегда в плюс идет собаке. Значит, еще раз. Кролик, ягнятина, дальше говядина. Баранина. Баранина считается тоже гипоаллергенной, да? Ну, опять-таки, смотрите, такой момент. Есть такая баранина халяль, да? Да. Это когда на лугах, с зеленой травкой, баран не в столе стоит, да, на ферме где-то, в какашках. Гуляет. Когда он ест травку, когда он не пахнет вот этим, в чем он стоит, понимаете? Я знаю, что такое на ферме, как содержится. Есть такие, знаете, фермы, когда пол идет под наклоном, им водой вот так смывают, и стоят коровки, и овечки чистенькие. Но таких у нас практически нету. У нас с сельским хозяйством беда сейчас, вот честно говоря. Есть отдельные... Баранина на моржной. Да, есть отдельные регионы, где там все хорошо с фермами, но в основном, конечно, не очень. Так вот, да, те бараны, которые пасутся на заливных лугах, в горах... Шоколадка-милка, реклама. Да, 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 да. Которые пасутся на лугах, под солнцем, горную воду пьют чистейшую. Вот эти гипоаллергенные бараны, безусловно. Их можно давать. И не морозить 18 дней. А наших баранов нельзя. Ну, вопрос, конечно, интересный. Так вот, почему-то считается, что индейка гипоаллергенная, а курица, она, так скажем, вызывает аллергию, да, действительно вызывает. Дальше, рыба. Вот если мы говорим о пол... На большую собаку весом 50 килограмм, идет полкило мяса в день, да? Не больше, чтобы... Да, не было натоптышей. Да. Значит, рыба в два раза больше от мясного рациона. Килограмм. Килограмм вместе с костями. И вот интересный момент... Мороженую или нет? Интересный момент. Красная морская рыба не содержит переходных форм гельминтов, глистов. Речная 100% содержит любая. Речная рыба должна быть либо обработана, либо заморожена. Обработана, сварена? Сварена, да, сварена. А дом, говорит, рыба? Ну, 20 минут, в принципе, достаточно будет. Ну, она уже вся развалится, и какой там смысл в этом белке, понимаете? Лучше взять мороженое, ее заморозить, перемолоть вместе с костями в крупной зернистой мясорубке, такие, знаете, для бюштексов, вместе с костями. Вот это полезно. Значит, еще момент. Что полезнее всего собаке? То, что по структуре ткани ближе всего. А знаете, что ближе всего собаке? Как и человеку. Кальмар. Удивлены? Угу. Субтитры сделал DimaTorzok